Ревматоидный артрит, как правило, входит в диагностику с артритами. Это подагра, это псевдоподагра, это псориатический артрит, это ревматик фивер, одним из проявлений которых является артрит, и безусловно, это инфекционные моноартриты. Вот об этом мы сейчас начнем говорить, чтобы потом мы включили бы все это в алгоритм, и тут же я вам дам ювенильный ревматоидный артрит и транзит синовид у детей. Вот это будет несколько заболеваний, о которых мы сегодня поговорим. Беседар, готовы? Подагра, мы начинаем с нее. Подагра, по определению, подагра это возвратный острый артрит периферических суставов, в результате депозиции в них кристаллов моносодиум урат. Моносодиум урат, они так называются, кристаллы MSU на английском языке. Моносодиум урат. Значит, моментально возникает вопрос, все ли лица, имеющие повышенный уровень мочевой кислоты в крови, и страдают подагрой? Ответ, естественно, нет. Это первое. Когда вообще появляются моносодиум уратные кристаллы, когда они откладываются, когда уровень кислоты, мочевой кислоты повышается выше 7 мг на децилитр. При этом не нужно запоминать цифры, это так. Так, сами кристаллы, они могут откладываться в больших центральных суставах, могут откладываться в паренхимии органов, в частности почку, в почке, и именно о почке мы будем говорить немножко более подробно. Дальше. Существует при подагре такое понятие, как тофи. Тофи – это кристаллы, отложенные в суставе, объединившиеся, склеившиеся между собой, которые автоматически прощупываются под кожей, и при пальпации они дают характерный хруст. Вот это называется тофи. Когда эти кристаллы откладываются не в суставных элементах, а откладываются в паренхимии почек, то они могут вызывать обструктивную уропатию. Не только в паренхимии, но, естественно, и в выводящей системе почек, имеется в тубулах и в канадцах. То есть, любое состояние, которое приводит к сниженному ОЦК, или же состояние, которое приводит к уменьшению скорости гламерулярной фильтрации, автоматически способствует ухудшенному состоянию и большему отложению уратных кристаллов в почке. То есть, такие моменты, как лица, получающие хроническую диуретическую терапию, лица, у которых снижен почечный клиренс, лица, у которых имеются первичные почечные заболевания, которые по определению приводят к сниженному GFR. GFR – это скорость гламеральной фильтрации, гламеральной фильтрации, сниженная скорость гламеральной фильтрации. Естественно, эти состояния могут привести к ухудшению подагры или вообще способствовать появлению. Существуют заболевания, которые, то есть, вот то, что мы перечислили, они могут привести к развитию. Но если же они отсутствуют, и вам задают вопрос, а какова причина появления подагры, так называемой микрим-денова, то есть, вдруг появившиеся, вновь, новопоявившиеся заболевания у человека, то ответ неизвестен. Непонятно, почему это появляется. Кстати, слово «подагра» произошло от греческого слова и подразумевает под собой метатарзофалангиальный сустав большого пальца, то, что мы всегда в союзе называли, там, женщины-мужчины с ярко выраженными подагрическими суставами. Вот они и называются подагрой, он так называет этот сустав. Естественно, вы можете себе сейчас сразу подчеркнуть и сказать, что самый чаще всего поражаемый сустав – это и есть вот этот самый на большом пальце метатарзофалангиальный сустав. Состояния, которые могут блокировать секрецию кристаллов через почки – это алкоголь, это почечные нарушения, это образование молочной кислоты и так далее. Каковы симптомы подагры? Острый подагрический артрит, чаще всего, как я уже сказал, место – это метатарзофалангиальный. Он может быть, вообще атака сама, может быть прецепитирована либо небольшой травмой, либо употреблением специфических продуктов или алкоголя. Острое – хирургия, слабость, эмоциональные или медикаментозные стрессы. То есть, по определению, видите, я опять, вот когда перечислил, это все то, что может на какой-то момент снизить GFR, снизить скорость нумеральной фильтрации или снизить ОЦК. И в результате этого начинается атака. Острая атака, как правило, либо начинается с моно- или полиартикулярных болей. Чаще всего это ночные. А приступы начинаются, это такой показательный элемент. Суставы, которые чаще всего после метатарзофалангиального сустава, значит, это стопа, это колено, это кисть, это локоть наиболее частной модели. Как правило, вас не спрашивают, какие системные проявления возможны при этой ситуации. А может быть температура, может быть тахикардия, озноб, лейкоцитоции, в общем, все не специфичны, поэтому все, что угодно может быть. Без профилактики, без лечения, без поддержания нормального ОЦК и разжижения крови, лица, которые не обращают внимания, потихонечку приобретают симптомы хронического суставного поражения, которые приводят к перманентной эрозии сустава. То есть, если вы помните, в первом занятии я вам говорил, что когда вы оцениваете сустав, когда у любой артрит, то вы обращаете внимание в основном на следующие элементы. Сирология положительна или отрицательна? По основному, сирология мы подразумеваем различного рода комплексы, либо иммунные комплексы, либо наличие антител специфических при данном заболевании. Значит, первое, это сирология есть или нет. Второе, суставы большие или нет. Третье, это монополи или олигоартрит. Четвертое, симметричные суставы или нет. Пятое, имеется, как правило, подлежащие заболевания или нет. И шестое, и естественно, шестое основное, есть дегенеративные изменения в суставах или нет. Теперь, если вы, когда будете потом записывать конспект, выпишите себе эти элементы, то вы увидите абсолютно четко, что первые три пункта, они позволяют нам брать кровь на те или иные сирологические пробы, которые необходимо получить для постановки диагноза. А вот вторая половина из шести пунктов, она фактически соответствует вопросам, которые мы либо задаем в анамнезе, либо когда больные спрашивают нас, доктор, что будет у меня с суставом, доктор, а у меня есть еще какое-то заболевание и так далее. Но вот эти шесть пунктов, это пункты, по которым вам надо проводить алгоритмы диагностику. Как ставится диагноз? Клинические находки острого артрита при подагре – это фактически исключительно физикальная проверка, и ничего вспомогательного, вспомогающего у нас нет. Наличие мочевой кислоты выше семи нонограмм на децилитр, как я уже сказал, выше этой цифры отмечается приступы подагрического артрита, но никоим образом эта находка не является специфической, потому что есть лица, у которых мочевая кислота повышена, а артрита и подагры у них нет. Наличие в синавиальной жидкости игольчатой формы уратных кристаллов или наличие этих кристаллов в фагоцитах внутри синавиальной жидкости является патагномоничной находкой. Отсюда мы делаем вывод, для постановки диагноза нам необходимо функтировать сустав для того, чтобы взять на анализ. Следующее то, что я скажу, вы запоминаете наизусть, это является основой диагностики между подагра и псевдоподагра. Это четкое, если взять кристалл и положить его под микроскоп, отмечается четкое отрицательное наличие двойного преломления. Так вот, когда мы кладем кристалл под микроскоп, а под кристалл кладем какое-то изображение, свет, проходящий через кристалл, не вызывает двойного изображения фигуры под кристаллом. То есть, это является основным моментом. То есть, без этого диагностика произвести невозможно. Потому что, если вам сказали, что кристалл, взятый под световой микроскоп, дал вам двойное преломление, вы четко говорите «хадмашмаид», это не подагра. Следующий элемент, который помогает диагностировать, в течение 24 часов датча колхицина приводит к очень ярко выраженному улучшению состояния. И поэтому это так называемый терапевтический диагностический шаг. При этом помнить, что не все подагрические артриты идеально реагируют на колхицин. И одновременно с этим существует достаточное количество псевдоподагрических артритов, которые, да, реагируют на колхицин. Поэтому этот элемент позволяет, с одной стороны, и вроде бы поставить диагноз и облегчить состояние больного, с другой стороны, этот диагноз не может быть 100%. Радиологические исследования пораженных суставов. Обычно это первый метод тарзофалангиальной сустава, о котором мы говорили, и больного посылаем на пинген. Теперь, с какими другими артритами у нас имеет место диагностика? Одним из состояний, с которым нужно диагностировать гаут. Гаут – это подагра на английском языке, на иврите я не знаю, как называется. А на английском – гаут. Так вот, псевдогаут – это так называемые заболевания C-PPD. Русское – С, русский, но потом PPD на английском. Что это такое? C-PPD – это кальциум-пирофосфат-дегидрат. Это острый синавиит. Это появление кристаллов внутри синавиальной жидкости, внутри суставов, кристаллы появляются, у которых отмечается абсолютно четкое двойное преломление. Чаще всего, чаще всего отмечается в коленях, и картина очень похожая на подагру. Но наличие двойного преломления делает, по нему и производит диагностику от подагра. Следующее состояние, которое входит в диагностику – это острый септический сустав. Сустав, поскольку мы, когда говорим с вами слово «артрит» произносим, мы подразумеваем, что сустав болезненный, сустав красный опухший, и он горячий. Вот это триада, определяющая воспаление, которое позволяет нам сказать, что здесь артрит. Наличие болей без припухлости, без местной температуры, без покраснения будет называться артралгия. Не путать артралгию и артрит. Так вот, при остром септическом суставе будет картина, поэтому он и входит в диагностику. Сустав красный, болезненный, воспаленный, при пальпации и местной он горячий. Каким образом дифференцируется? Любые подобного рода суставные проявления, они пунктируют сустав и получают доказательства жидкости суставной, которая гнойная, которая турбулентная и соответствующие изменения. Следующая группа заболеваний, которая должна быть диагностирована с подагрой, это ювенильный ревматоидный артрит. Поскольку подагра может случаться и у молодых, а ювенильный ревматоидный артрит – это отдельная тема, поэтому сейчас я ее не раскрываю, чуть попозже мы о ней поговорим. Там есть три вида вариаций артрита, которые вы должны знать, поэтому сейчас не об этом. Дальше. Ну и естественно ревматоидный артрит, тот ревматоидный артрит, который мы с вами учили. Существует такая находка физикальная, которая называется узелки гибердена. Это подкожные узелки, они отмечаются в местах, там где тофи при подагре, особенно у пожилых женщин, принимающих диуретики. Теперь в отношении прогноза на подагру. А, я извиняюсь, еще надо вам в диагностику включить и сайкл саланемия, то есть серповидно-клеточная анемия. Мы когда будем проходить с вами гематологию, мы будем говорить о том, что при этом состоянии образуются филаменты. Филамент – это маленький микроскопический элемент, он может быть различных форм, с заостренными концами. Так вот, чуть-чуть забегая вперед, при серповидно-клеточной анемии, после того, как патологически существующий гемоглобин отдает кислород, происходит прецепитация гемоглобина, он превращается в такой филамент, ну, как вот полумесяц, достаточно, он микроскопический, он заостренный с двух концов, и вот эти филаменты начинают гулять по кровеносному руслу. И, естественно, по кровеносному руслу происходит заброс в различные органы и системы. Это приводит одновременно и к инсультам, когда поражается мозг, это приводит к инфаркту легкого, к инфаркту сердца, к инфаркту селезенки, и, безусловно, когда попадает в козь, вызывает не только авоскулярные некрозы, но может проникнуть и в сеновиальную жидкость, вызывая воспалительный процесс, поэтому необходимо дифференцировать ее от серповидно-клеточной анемии. Теперь прогноз. С момента, когда больной начинает получать препараты и начинает по многу пить, то есть увеличивая постоянно свое ОЦК, как бы размывая, то тофи могут пройти самостоятельно, суставные функции восстанавливаются, и останавливается почечная дисфункция. Подагра наиболее тяжела у пациентов, у которых симптомы первичные, проявились до 30-летнего возраста, потому что потом, если симптомы проявляются после 30-летнего возраста, курс ее более мягкий, более спокойный, нежели до. До 20% больных страдает уролитиазом, естественно, камнем мочевой кислоты. Кстати, эти камни рентгенологически не выявляются, желательно запомнить. Значит, если не лечить почечные дисфункции, то, как правило, это в результате приводит к гипертензии. Теперь, как лечится подагра, как лечится острая атака и как лечится обычное состояние. Острая атака лечится колхицином. Колхицин назначают перорально, но, естественно, когда такой больной поступает в приемный покой, его могут назначать и внутривенно. Вас спрашиваю, а какова опасность колхицина, который назначается внутривенно при острых атаках? Ответ. Возможно, тяжелая супрессия костного мозга и даже смерть, когда больной получает профилактический колхицин и когда его доставляют в приемный покой, и там он получает тот же самый колхицин внутривенно. Вот этот шлюф, это одновременность получения пероральной и внутривенности при острой атаке может быть опасна вплоть до смерти. Препараты НСАЙД, они также эффективны при острой атаке. Помните, что если у больного отмечается почечная недостаточность на фоне уратов, на фоне обструктивных поражений, то дача препаратов НСАЙД, она может привести к жизни угрожающей гиперколемии. Почему это происходит? Я просто хочу вам напомнить, что лица, страдающие хроническим почечным заболеванием, у которых снижен GFR, GFR, еще раз повторяю, оно переводит так, GFR, это гламеруляр фильтрейшн рейт, скорость гламерулярных, это GFR. Так вот, лица, у которых нарушается GFR, уменьшается GFR, у них автоматически нарушается экскреция калия в первичную мочу. И поэтому любые состояния, которые могут спровоцировать и уменьшить экскрецию, они, естественно, могут привести к угрожающей гиперколемии. Вас могут спросить, окей, да, ли колхицин не помогло, какой препарат, сказали инсайд, если нету почечного поражения, биседер, что еще можно? Иногда пунктат, то есть пунктирует сустав для того, чтобы аспирировать из него кристаллы и ввести внутрь сустава стероиды. Это, естественно, облегчает состояние. Вас спрашивают, что творится с почкой у этих больных? Ответ. для того, чтобы уменьшить возможность развития уропатий, больному всегда, если он в сознании, он получает пероральную жидкость, а если какие-то параллельные заболевания, которые не позволяют ему самостоятельно пить, он получает внутривенные жидкости. Теперь, какова метода ведения больных в межприступный период? Опять-таки колхицин. Теперь вас спрашивают, окей, колхицином мы лечим проявления в результате отложения кристаллов мочевой кислоты. А что является профилактикой того, чтобы мочевой кислоты не поднимался? Значит, контроль за гиперурецемией он ежедневный, колхицин да, помогает, но при этом надо помнить, что острая атака подагры она коррелирует с падением уровня сывороточных уратов. Это очень провокационный вопрос. Вам задают, вас спрашивают, а когда начинается приступ подагры? Если мы возьмем кровь, какой уровень мочевой кислоты мы получим? И очень многие отвечают повышенный. Ответ наоборот, он понижен. Именно потому, что что-то спровоцировало и ураты, которые циркулировали в кровеносном русле, отложились автоматически в миодит, суставе, в одном или не не скольких. И поэтому появилась атака. Существуют препараты, которые направлены на выведение мочевой кислоты из организма. И одним из этих препаратов так называемый урикозурический эффект или урикозурическая терапия, выведение мочевой кислоты из организма, этот препарат пробеницид, препарат, который ингибирует, блокирует возможность синтеза мочевой кислоты, его называют аллопуринол. Он не только блокирует образование мочевой кислоты, синтез мочевой кислоты, он еще одновременно с этим уменьшает возможность на фоне энергии, аллопуринол ингибирует синтез мочевой кислоты и одновременно с этим он может ощелачивать мочу. Для чего производят ощелачивание мочи? Для того, чтобы когда моча щелочная, то организм по закону должен будет отдавать кислоты с тем, чтобы уравновесить PH с двух сторон от мембраны, где в данном случае мембраны является эпителий канальцев. Вас просят аллопуринол, каким существенным побочным эффектом обладает ответ лейкопения. Хочу вам еще одну такую подсказку. Когда вы самостоятельно читаете что-то, когда вы видите такие вещи, как побочные эффекты от препаратов, удлинение укорочения PR на ЭКГ, удлинение укорочения КЮТИ, препараты, которые вызывают гранулоцитопению или лейкопению или панцитопению, тромб, то есть все, что связано с кровяным ростком, это должно выписывать себе там страдышевую какую-то, чтобы это было постоянно перед глазами, это нужно повторять, это очень часто спрашивают. Для алкалинизации мочи чаще используют и содиум дикарбонат. То есть я еще раз повторяю, алкалинизация мочи один из вариантов лечения, помогающего выводить из организма мочевую кислоту. Теперь, если появляются большие тофи, которые после начала нормального лечения не прошли, иногда приходится удалять их хирургически. В принципе своем это все, что нужно было знать по подагре. Псевдоподагра. Псевдоподагра или как по-другому называют ее СППД, кальциум пирофосфат дегидрат. Что это такое? Это заболевание суставов, которое отмечается интермитирующими атаками острого артрита. дегенеративная артропатия, которая может быть часто тяжелая, но очень часто может быть асимптоматичной. При этом на рентгене есть доказательства кальцификации артикулярных хрящей, то есть хондрокальциноз в специфических характерных местах. Причина этого неизвестна. Иногда это может быть травма, иногда это может быть амилоидоз, гиперпаратироидизм. Понятно, почему гиперпаратироидизм, потому что большое количество кальция образуется. Чаще всего отмечается у лиц после 50-летнего возраста, и мужчины и женщины поражаются одинаково при этом заболевании. Каковы симптомы? симптомы это острая и подострая атака артриту. Как правило сустав большой, периферический, дегенеративный, естественно необходимо дифференцировку производить с подагрой и с ревматоидным артритом, а если это моносустав, естественно и с инфекционным артритом. Как ставится диагноз? Как я уже говорил при подагре, больному производят аспирацию сустава и получают кристаллы, имеющие четкое двойное преломление, которое абсолютно моментально вас дифференцирует от подагры. Прогнозы лечения. Прогноз обычно он эксцелленд, то есть прекрасный. если только зацепили больного до момента появления дегенеративных, деконструктивных поражений сустава. Если это уже процесс начался и сустав уже разрушился и кальцинос и хрящевая поверхность особенно больших суставов поражена, то безусловно ничего хорошего в этом прогнозе быть не может. Это то, что вам нужно знать про СППД. Сейчас я вам дам остеоартриты. Остеоартрит это дегенеративное поражение суставов. При первичном поражении гиалинового хряща отмечается в возрасте во второй-третьей декаде. Остеоартрит это самая частая форма артикулярных заболеваний почти все лица от сорока возраста и выше имеют патологические изменения на суставах несущих основную нагрузку имеется ввиду козобедренные коленные и голеностопные суставы. Мужчины поражаются и женщины с одинаковой частотой. При остеоартрите практически всегда поражается позвоночник. он классифицируется на первичный или его иначе называют идиопатический и вторичный когда существует какая-то причина. Первичный остеоартрит он включает поражение периферических суставов особенно дистальные и проксимальные интерфалангиальные. При первичном остеоартрите появляются узелки гебердена и башарда узелки гебердена и башарда. Вторичный остеоартрит мы об этом поговорим чуть-чуть попозже. Значит, идиология неизвестна остеоартрита. Единственное, что абсолютно четко известно, что он отмечается чаще, безусловно, у лиц, имеющих врожденные искривления и поражения деформации суставных поверхностей обязательно играет роль вес человека, потому что чем выше вес человека, тем больше шанс, что после 40-летнего возраста деформация, которая отмечается, они могут привести к поражению суставных поверхностей. Симптомы. Есть такой вопрос, какие системные проявления отмечаются при остеоартрите. И вот здесь вы должны четко сказать, никаких системных поражений при остеоартрите нет. То есть непосредственно это заболевание конкретно касается суставов и только них. Безусловно, ни о какой сирологии разговор не идет. Как мы уже сказали, на вопрос, какие суставы поражаются чаще первый ответ позвоночника. Потом уже все остальное. Какая лаборатория присутствует при остеоартрите? Сои нормальные или может быть слегка повышенные? Безусловно, когда вы сталкиваетесь с любым видом артрита, вы берете общий анализ крови, вы берете сирологические маркеры суставы, и если есть острая атака или явление острого артрита сустава, вы, естественно, берете аспирацию сустава. При остеоартрите, как я уже сказал, сои нормальные, CBC, если вы возьмете, оно будет нормальным, сирологии никакой нету, и если посмотреть на радиологические находки, то это асимметричное поражение суставной щели, что она сейчас симметричная, если вы представьте себе коленный сустав, сверху, у нас фемур, а снизу у нас тибия, фибулы тибия, ну тибия, основную суставную поверхность представляет из себя. Представьте себе, что если посмотреть на этот сустав, ширина его 3 мм по всей длине суставных поверхностей, то при остеоартрите, в силу этих деформаций, с какого-то места там будет чуть-чуть ужил кусок, потому что более просело под действием под массы тела, хрящие осла, стал площадь, площадь и просел. Вот это асимметричное изменение внутри суставных поверхностей является характерным. Образование остеофитов в периферических суставах это один из элементов. Это остеофитов, остеохондрофит, как каждый из них называет себя. Все, теперь что входит в диагностику остеоартрита? Безусловно, ревматоидный артрит, поскольку захватываются и большие несущие суставы, анкилозирующий спонделиит, потому что это люди жалуются на боли в спине, псориатический артрит, сейчас мы коснемся его как и любой другой артрит, все серонегативные спондела артропатии и безусловно СППД. Каков прогноз и лечение? Значит, лечение включает в первую голову реабилитацию, то есть имеется в виду больные должны снижать массу тела, они различного рода влекачь терапии, физиотерапии и так далее. При вопросе о приострых болях, какой препарат является основным для снижения элементов воспаления и боли? Ответ аспирин. Аспирин является drug of choice и естественно после него все остальные препараты инсайт могут быть использованы. На вопрос используются стероиды для лечения остеоартрита ответ нет. Это важный элемент. Потому что если разговор ведется в ревматоидном артрите, если вы помните, если артриты вызваны люкусом, если артриты вызваны сегреном, после и для всех и для остеоартрита и для любого вида артритов first line терапии это аспирин и после этого инсайт любой другой препарат. Если не помогает вход вступать в стероиды и если не помогает вход вступать в цитостатики идет метатриксат и так далее. А при остеоартрите стероиды не назначают. Теперь инфекционный артрит. артриты имеется ввиду, что отмечается наличие биогенной бактерии, находящейся внутри сенериальной жидкости. Самым частым этиологическим агентом являются бактерии, которые формируют остросептические артриты. У детей вообще, у молодых, до момента, пока мы не говорим о половых контактах, на первом месте сидит стафилококк. Став является самым частым избудитель. Для детей и для взрослых наиболее частая инфекция это гонококальный артрит. И поэтому вам всегда, если вам хотят указать, что разговор ведется о септическом артрите, вам укажут молодого парня лет 16-18, имеющего беспорядочные половые связи, абсолютно четко показывающим уводящим вас в область гонорейпа, чтобы вы сказали, что гонококк является первым. Существуют еще и артриты вирусного характера, которые, безусловно, не имеют лечения. Какова симптоматика? Есть фраза, которые вы должны запомнить. У инфантов, то есть у масеньких, которые не могут ни пожаловаться, ни сказать ничего, псевдопаралич является критерием и наличие температуры, которую никак невозможно сбить, плюс псевдопаралич является критерием на то, чтобы поставить диагноз септический артрит. Что значит псевдопаралич? Ну, давайте, да, предположим, мы возьмем наворотка, у которого была гипербилирубинемия, которая была более активная, на высоких цифрах, и вы знаете, что билирубин невозможно брать из пальца, его берут из, либо из вены, либо берут его из пятки, то есть колют пяточку и стекает кровь. так вот, одним из элементов, когда появляется остеомиелит, а если плохо еще это сделано, то может появиться и воспаление мелких суставов внутри голеностопа, если такого ребеночка, у которого есть гнойный артрит, и у которого есть температура, вы иголкой колите пораженную конечность, ребенок ее не отдергивает, потому что чисто инстинктивно из-за очень сильных болей, он щадит, готов терпеть боль, но не дернуть конечность. Это состояние называется псевдопараличом. Безусловно, что если у детей и у взрослых негонококальный артрит, то есть нету беспорядочных половых связей и гонококни, то как и у маленьких детей, это стафилокок является основным возбудителем. Из клинической картины, как правило, сустав напряженный, красный, воспаленный, ограниченные движения, очень резкая болезненность, температура, основ плейкоцитоз это такой стандартный набор. Безусловно, что если на фоне этого у больного еще уритрит или геморрагическое визикулярное поражение кожи в области гениталий, то это будет предполагать гонококальный артрит. Как диагностируется? инфекционный артрит диагностируется по аспиратору синавиальной жидкости. Значит, берется культура, высеивается и начинается лечение. Вас спрашивают, с момента, когда у больного была взята аспирация из сустава, какое лечение назначают? ответ следующий. Если вы помните, когда мы с вами говорили об эндокардите, мы тоже затрагивали вопрос стафилокока, который является основным возбудителем острого эндокардита. Значит, опять мы ведем разговор о соединительных тканях, точно так же, как и эндокардит относится к соединительной ткани, поэтому опять стафилококк является основным возбудителем. Так вот, на вопрос, а какое лечение должен получить, ответ эмпирическое? А эмпирическое лечение на стаф, мы знаем, является нафцелин и ванку. При этом, если нафцелин, это для так называемых пенициллинас резистентных пенициллинов, то ванкомицин назначается в первые 48-72 часа до момента, пока не будет получен посев, результат посева. Потом больного можно перевести на нафцелин. Безусловно, лечение септического артрита, оно только внутривенное, препараты назначаются достаточно длительно, курс лечения не менее 3-4 недель. Он задает провокационный вопрос, а что является препаратом выбора для лечения стафилококального артрита? Вы, безусловно, отвечаете, пенициллинас резистентный пенициллины. Окей, но поскольку 10% их резистентны на нафцелин, то в этой ситуации есть возможности, поэтому это заставляет использовать более мощный антибиотик, как ванкемицин, который покрывает всю сторону. хирургический дренаж, индикация, когда невозможно произвести аспирацию иглой. Вас спрашивают, от чего зависит прогноз инфекционного артрита? Ответ от скорости и быстроты начала внутривенного лечения. Инфекционная артрита закончена. Окей, теперь у нас есть псориатический артрит. По своему определению псориатический артрит это ревматоидно подобный артрит, который сопровождается поражением кожи, ногтей и имеет он относится по характеру к серологически негативным артритам и не имеет безусловно ревматоидного факта. Теперь HLA B27 антиген у некоторых пациентов отмечается, особенно у лиц, у которых вовлечена спина. Что сюда входит? Как пример, сейчас еще раз повторю, если мы говорим об HLA B27, то естественно нужно предполагать наличие таких поражений, как анкилозирующий спонделит, при котором есть поражение позвоночника. Если у нас есть HLA-DR3-DR4, эти специфические лейкоцитарные антигены предполагают появление различных аутоиммунных заболеваний, как эндокринологических, так и нет. Сюда входит и целиакия, сюда входит ДМ первого типа, сюда может ходить болезнь Адисона, Хошемота и так далее. Вот что такое HLA. Так вот HLA-B27, который имеет предрасположенность, лица имеющие это, имеют предрасположенность к анкилозирующему спонбелиту, они имеют и предрасположенность к псориатическому артриту, поэтому при нем можно обнаружить этот HLA и подчеркивают вам, особенно у лиц с псориатическим артритом, у которых позвоночник вовлечен в процесс. Наиболее специфическое поражение это дистальные интерфалонгиальные суставы. именно подчеркните слово дистальные, потому что когда мы говорили с вами о ревматоидном артрите, мы подчеркивали проксимальные, а здесь дистальные, это надо хорошо помнить, это очень важно. Во-вторых, пораженные суставы асимметричные, это могут быть большие суставы, на рентгене и безусловно отмечается вовлечение дистальных интерфалониальных суставов. И наличие безусловно кожных поражений лежит в основе диагноза псориатической артриты. В основе лечения псориатического артрита оно схоже с ревматоидным артритом за исключением использования антималярийных препаратов. Это псориатический артрит. У вас не может быть вопроса по псориатическому артриту, то есть у вас может быть вопрос по подагре, по ревматоидному, по люпусу, но не в аспекте суставном, по сугрену тоже не в аспекте. Может быть вопрос по септическому артриту. По псориатическому вопрос стоять не может. Но когда вам говорят, что вовлечены один-два сустава, и вы должны в голове держать сверху вниз, оно поет так, ревматоидный артрит, люпус, сугрен, остеоартрит, подагра, псевдоподагра, псориатический артрит, сейчас мы дадем дальше по реакции реакционной артриты и так далее. Вот чтобы я хочу, чтобы у вас в голове такая пулеметная лента крутилась постоянно. То есть если сказали ревматоидный артрит, чтобы продемонстрировать экзаменатору, что вы понимаете, о чем идет речь, вы говорите, наиболее частое вовлечение проксимальные интерфалонгиальные суставы. Окей, вы тем самым дали, вы знаете, что они проксимальные. А если вас спрашивают, а если дистальные, вы отвечаете, скорее всего, это будет псориатический. Не забывайте добавлять фразу коров ле водай. В медицине две точные науки в мире есть. Это медицина и религия. Окей? Поэтому вы обязаны каждый раз добавлять коров ле водай, чтобы не было никаких помарок. Тогда никто не может вам предъявить привет. Ревматоидный это бидерэхкляль это проксимал. Псориатический артрит бидерэхкляль это дистальные интерфалонгиальные суставы. Плюс кожные проявления. Артриты, ассоциирующиеся со спонделитами. Естественно, первым возглавляет эту решему анкилозирующий спонделит. Чаще у мужчин, чем у женщин. Начинается в возрасте от 20 до 40. Семейная преемственность здесь в 10-20 раз выше у лиц первой степени родства. То есть, если у папы ожидается у сына. Поэтому, если вы помните, у нас кто-то из вас задавал вопросы по болям в спине и там был вопрос семейный анамнез. Безусловно, семейный анамнез очень важен. Может, отмечается HLA-B27. По нему, безусловно, не ставится диагноз. Безусловно, что если у человека вообще обнаружился HLA-B27, это не значит, что у него обнаружится анкилозирующий спонделит, но это значит, что шанс обнаружить у него это заболевание выше, чем у людей, не имеющих HLA. Самым, теперь симптомы, самым частым презентативным признаком является боль в спине. При этом не значит, что заболевание не может начинаться с периферических суставов, но на вопрос экзаменатора MIMAZIMATHIL ACHUVA KIVEGAF KIVEGAF BEYKARTAHTO. Значит, характеризуется возвратными болями в спине, часто ночными. При этом важно отметить, что у больных в период того, как они спят ночью, болей нет, но как только утром им предстоит встать, у них отмечается утренняя скованность. Точно такая же утренняя скованность, то, что мы называем morning stiffness, которая отмечалась и при ревматоидном артрите, и при согрении, и при люпусе. При этом больные с анкилозирующим спондилитом начинают выполнять движения, и потихонечку эти суставные боли проходят, уменьшаются, и полностью исчезают в течение полчаса, сорок минут, и состояние улучшается. Системные проявления. Температура, слабость, анорексия, потеря веса, анемия. Что важно помнить, температуру, падение, снижение веса и анемию. Это такая триада, которая может быть при любом заболевании. Это может быть и при хроническом inflammatory disease, это может быть при инфекционных хронических заболеваниях, это при малигнизациях может быть, поэтому эту триаду помнить хорошо. При анкелозе спонделите отмечается острый эрит или эридоциклит у одной трети больных, то есть почти 30% лиц, которые имеют анкелозирующий спонделит, очень часто вас спрашивают, а какое, если такой больной, какое поражение надо обращать внимание наиболее серьезно? И ответ, если этот больной жалуется на боли в глазах и изменение зрения, потому что сопровождается острым иридоциклитом, и если не начать топические стероиды и стероиды вовнутрь, этот больной может ослепнуть, поэтому помнить, острый иридоциклит или увеит или иридит, это осложнение, именно острый, потому что после того, как мы делаем с вами спонделиты, я вам дам ревматоидный ювенильный артрит, и там мы скажем, что точно такое же поражение имеет место, но хроническое, не острое, а при анкелозирующем спонделите острое, запомнить 100 тысяч восклицательных знаков. Дальше. Одним из неврологических симптомов, отмечающих при анкелозирующем спонделите, является кауда-эквина-синдром. Мы о нем будем говорить еще в аспекте хронических болей в нижней части спины. Итак, кауда-эквина-синдром или синдром конского хвоста. Естественно, появляется симптоматика при сдавлении нервных окончаний. Вы себя отмечаете. Если у больного имеет место кауда-эквина-синдром, это состояние определяется как emergency и требует срочного ортопедическо-хирургического вмешательства. То есть нужно, грубо говоря, рубить позвоночник, освобождать, чтобы не было дальнейшего сдавления, чтобы это не привело к необратимым последствиям. То есть шинуим, бильт и афихин могут быть, если лахац не убрать. Теперь вас спрашивают, а какие еще системные проявления при анкилозирующем спонделите? Ответ. Кардиоваскулярный. Чаще всего, то есть может быть и перекардит, может быть и коронарные заболевания, но чаще всего вас спрашивают при аускультации сердца, какие мы можем найти изменения? Может быть кто-нибудь вспомнит, какой порог чаще всего ассоциируется? При анкилозирующем спонделите идет аортальная недостаточность, поэтому вы естественно аускультативно выслушиваете первый шум, это диастолический, когда кровь возвращается из аорта обратно в левый желудочек, а потом, когда это состояние доходит до более тяжелых форм, появляется и систолический шум, потому что большое количество крови и левый желудочек выбрасывает в аорту, и уже когда совсем разболтались лепестки клапана аортального, то возможно появление шума остинофлинта, так называемый диастолический шум относительного митрального стеноза. Это просто такой маленький реанун мы с вами сделаем. Дальше спрашивают, а легкие как поражаются? Ответ фиброз. Анкилозирующий спонделит может ассоциироваться с синдромом Рейтера, сейчас мы после этого поговорим о нем, может ассоциироваться с ульцеративным колитом и с болезнью крона. По-любому мы помним, что анкилозирующий спонделит это серонегативный спонделоартрит. Серонегативный, никакой серологии нет. То есть мы не знаем, возьмем серологию, как мы возьмем на ревмофактор, там антизуглянга, мы все получим отрицательно. Серология шририт. Теперь прогноз. Если течение заболевания от легкого до умеренного, то эти больные, как правило, лучше поддаются лечению и по большому счету они живут полноценной жизнью, у них будет все нормально. В запущенных ситуациях характеризуется анкилозирующий спонделит длительным течением и плохо поддающийся лечению с появлением деформаций и окостенений в области лумбосакрального отдела позвоночника, безусловно, прогноз не очень хороший. У этих больных возможны рефрактерные эриты, и они могут потерять зрение в результате этого. все, это основные моменты. Теперь как ставится диагноз. Сои у этих больных, то есть шкиадам, умеренно повышена, HLA B27 является исключительным дополнением диагноза, ревмофактор отрицательный, ана отрицательный, любая асерологическая проба отрицательный, вас спрашивают, а какие можно произвести исследования, которые могут подтвердить. Ответ подтверждать можно рентгеном позвоночника, обычным рентгеном позвоночника, когда классический, классической картиной является бамбуковый тростник. Из-за того, что происходят спайки в нижней, в любосакральной части позвоночника, то вот эти негнущиеся часть, которая уже образовалась, она имеет картинку тростника. При этом надо хорошо помнить, во-первых, что никогда он не появляется в начале заболевания, и в среднем необходимо 10 лет течению анкилозирующего спонделита, чтобы у него эта рентгенологическая картина появилась. С чем необходимо дифференцировать анкилозирующий спонделит, герниация диска, естественно, сети, сети, которые могут моментально отделить одно от другого, безусловно, ревматоидный артрит, безусловно, это может быть псориатический артрит, это может быть так называемый спайнл стенозис, мы о нем будем говорить, когда будем делать с вами боли в нижней части спины, то, что мы называем low back pain, окей, там есть несколько заболеваний. Теперь лечение. Значит, классика. Лечением, естественно, является что? Все острые диагностирующиеся суставные проявления за исключением гаут подагры. На первом месте аспирин, а после этого пошли дальше препараты инсайд. Препараты инсайд. Значит, их давкостероиды являются ограниченным элементом в терапии и дача стероидов, как правило, имеет место, когда параллельно ортопедической карте, то есть костно-суставным изменениям, отмечаются еще и вторичные поражения. То есть, когда подключаются и глаза, когда подключаются легкие, вот тогда подключаются и стероиды. Другим элементом, которым лечат иногда, это радиотерапия. То есть, непосредственно направляют радиотерапию на отдел позвоночника, в котором уже произошли элементы сращения позвонков, где они перестают быть гибкими и на эти места направляют радиотерапию. Но помните, любая радиотерапия блиюцетминокляль, она сопровождается, в костем я имею в виду, сопровождается миелогенной, острой миелогенной лейкемией. И частота АМЛ, acute миелогенной лейкемия, увеличивается в 10 раз по отношению к общей популяции. Кто-нибудь знает, что такое реактивные артриты? Значит, под словом реактивный артрит подразумевается острый, негнойный артрит, являющийся осложнением либо инфекционного процесса, либо воспалительного процесса, протекающего в организм. Классическими этиологическими патогенами, которые приводят к появлению такого артрита, в первую голову являются кишечные инфекции. Шигелла, Сальмонелла, Ишерихиа-Колли, Кампилобактер, Хламидия и Иерсиния-Энтероколитика, Кластридиум-Дефицили, все эти элементы, все они вызывают поражение, то есть они вызывают появление иммунного антиген-антибоды комплекс, который является ответственным за развитие артрита. Безусловно, что если вы возьмете у такого больного лабораторию, то вы никакой серологии непосредственно аутоиммунной вы не получите. Вы можете получить при PCR, при наличии Polymerase Change Reaction, вы можете обнаружить тот или иной патоген, его наличие, то есть антиген к этому патогену и фактически больше ничего. То есть неревматоидного фактора, ни антинуклеар антибоды, никаких либо других доказательств активации компсистемы комплимента или иммунной системы нет, но вы можете обнаружить через PCR вы можете обнаружить тот или иной патоген и обычно сои у этих больных бывает повыше. Какие еще состояния дают реактивные артриты? Гепатиты, болезнь крона, ультеративный колит. Если вы помните, когда мы делали с вами болезнь крона и ультеративный колит, я подчеркивал, что у них есть артриты, более того, эти артриты иногда появляются даже раньше, чем появляются гастроинтестинальные проявления. Клиника появляется после перенесенной инфекции где-то от 1 до 4 недель, но при этом, еще раз подчеркиваю, если это чисто инфекционное заболевание, то это так. То есть, когда мы с вами говорим о кишечных инфекциях, либо о других хронических инфекционных процессах, сначала процесс, потом артрит. А вот когда мы говорим с вами о гепатите хронической, естественно, гепатите B, или когда мы говорим с вами о кроне и ультеративном колите, наличие реактивного артрита может иметь место до появления системных клинических проявлений в ЖКТ. Из конституциональных симптомов слабость, усталость, температура, снижение веса. Мускулоскелетальные симптомы, как правило, острые в начале заболевания. Артриты обычно асимметричные, может быть мигрирующие артриты, вовлекающие новые суставы. Как правило, это бывают артриты на нижних конечностях, большие, это могут быть колени, это может быть голеностоп. Они, как правило, болезненные, могут быть отечные, возможен дактилит, дактилит это воспаление суставов, воспаление мелких суставов пальцев, и пальцы приобретают отечную воспалительную надувшуюся форму. Если реактивный артрит сопровождается уритритом и конъюнктивитом, то раньше это состояние, как в принципе и сейчас, называлось синдромом Рейтера. Сейчас, как правило, синдром Рейтера практически не употребляют, но он существует как нозологическая единица, включающая в себя классическую триаду, о которой мы только что сказали, уритрит, конъюнктивит и артрит. Я синдром Рейтера выделяю в отдельный элемент, потому что он имеет определенные нюансы. Чаще всего отмечается у молодых мужчин возраст 20-40 лет, чаще всего он отмечается после хламидия трахоматис, это является наиболее частым осложнением. Он может быть и после шигелла и сальмонелла, но еще раз повторяю, чаще при хламидии. HLA B27 относительно высокая частота встречаемости. Из симптомов у мужчин уритрит гной гной выделениями конъюнктивит это наиболее частая форма поражения глаз и артрит который является третьей находкой. И артрит этот как правило асимметричный полиартикулярный. Из кардиоваскулярных вовлечений при синдроме Рейтера также аортит который имеет место. диагноз синдром Рейтера ставится по наличию периферического артрита уритрита который имеет место по времени более чем один месяц. Лечение тетрациклин и как правило прогноз эксцелент. Еще раз синдром Рейтера это вариант реактивного артрита. А мы сейчас возвращаемся в обычные реактивные артриты такие артриты как правило персистируют от 3 до 5 месяцев очень редко может быть до года у таких больных HLA B27 если он частота более повышена чем при других состояниях и если HLA B27 у человека присутствует то результат как правило хуже последствия этого артрита по отношению к людям у которых HLA B27 не обнаружено. Диагноз который мы ставим для реактивных артритов значит он безусловно клинический не существует четких диагностических лабораторных находок или радиографических находок когда мы дифференцируем реактивный артрит особенно у молодых людей у которых моноартрит в первую голову или если даже несколько суставов поражено то основная диагностика идет с гонококальным диссеминированной гонококальной инфекцией гонококальным артритом как лечится аспирином господа это drug of choice запомните не существует ни одного из вида артритов где первым бы действием не попытались бы при помощи аспирина уменьшить чистоту уменьшить активные заболевания препараты инсайт наиболее часто используемые как первая линия лечения безусловно когда у нас есть конкретные доказательства синдрома рейтера с наличием и конъюнктивита и уритрита то безусловно в ход вступают антибиотики антихламидиальные антибиотики это понятно но если у нас не синдром рейтера и если у нас известно о наличии за одну четыре недели до каких-либо других особенно кишечных инфекций то понятно что первым препаратом будут препараты инсайт если они не дают желаемого результата и если места антибиотикам нету значит после инсайт это сульфасалазин который дает более дает больше эффект если у больного отмечается увидеть и давайте я вам скажу одну фразу сразу чтобы вы запоминали любой вид поражения глаз моментально требует стероидов если вы назовете слово стероиды вы никогда не ошибетесь если вам говорят что есть острое поражение галемешане увит ирит ирида циклит я не знаю пушистый букет для моей бабушки это будет всегда стероид безусловно что если есть кардиологические вовлечения то они лечатся соответственно человек пришедший жалующийся на боли в суставе значит мы подразумеваем мы в первую голову проверяем этот артрит моноартикулярный или он олигоартикулярный либо он полиартикулярный я надумаю что вы помните полиартикулярный больше пяти олигоартикулярный от двух до пяти моноартикулярный это один значит если разговор ведется о пациенте у которого моноартикулярный артрит то вы в первую голову собираете анамнез теперь сколько вы знаете моноартикулярных артритов это безусловно инфекционный поэтому вам важно возраст наличие половых связей наличие системных проявлений физикальная проверка если вас просят что вы хотите проверить я хочу проверить сустав какой это большой или маленький сустав есть ли у него артрология или есть ли у него настоящий артрит покраснение припухлость местное воспаление местная температура после этого когда вы получаете ответ предложил вам сказали да так то и так то и так то у вас нету продвижения вперед без синавиальной аспирации вас спрашивают что следующий шаг после того как собрали анамнез и физикально проверили после этого делаем анализ синавиальной жидкости то есть пунктируем сустав и вот здесь два варианта если у вас получили синавиальную жидкость в которой количество лейкоцитов больше чем пять тысяч то в этом случае мы должны произвести есть кристаллы нету кристаллов окрашивается по грамму не окрашивается растет культура или нет если все исследования отрицательные то есть кристаллов нет по грамму не окрашивается культура не высеяна то у нас значит мы можем повторить синавиальную жидкость анализ произвести рентген этого сустава если мы видим что у нас нету диагноза и мы продолжаем просто наблюдать если у больного какие-то из данных элементов были положительные то соответственно мы что можем получить и если у больного кристаллы мы знаем что у нас есть две категории заболеваний это подагра и это псевдоподагра при которых есть кристаллы и если у нас отмечается двойное преломление это CPPD кальциум перофосфат депозит или у нас нету двойного преломления и тогда это уратный к с момента когда у нас есть диагноз у нас есть соответствующие лечения если же у нас высшая культура стала предоминантной в исследовании то есть без кристаллов а у больного и окрасилась по грамму или высеялась культура то мы видим разговор о инфекционном артрите в этом случае либо он гонококальный либо не гонококальный либо это хламидиальный что навряд ли скорее потому что хламидия мы уже говорили оно дает непосредственно сама хламидия не дает не высеивается и с Garcia она может быть а может нет но в принципе она дает реактивные артриты а вот гонококальный артрит безусловно может иметь место либо мы если не в анамнезе ничего и гонокок не высеивается, мы предполагаем, что в основе лежит стафилококальный инфекция. Это у нас была категория суставов, при которых в сеновиальной жидкости WBC было более 5000. А если у нас при анализе WBC меньше 2000, мы все равно пунктируем сустав. Вы должны понимать, что с момента, как вы собрали анамнез и проверили физикально, вы пунктируете сустав. Без этого вперед дело не пойдет. Если у нас кровяной выпад, то необходимо исключать гемортроз. При кровяном выпаде коагуляционные элементы нормальные, и в анамнезе нет приема препаратов, которые могут удлинять 5-5-5, то есть нарушать коагуляционные свойства, то надо сеновиальную жидкость поставить в лабораторию на исключении малигнизации. А если у нас есть гемортроз, то есть выпад однозначно кровяной, то нужно два момента иметь в виду. Либо спросить про больного, у которого будет гемофилия А, если это мужчина, либо, если это женщина, спросить о наличии приема. Ну, кстати, и мужчина, и не обязательно, разговаривайте, да? Спросить о приеме антикоагуляционных препаратов. Если же выпад при WBC меньше 2000, и он не кровавый, больному всегда делается рентген, и ставится диагноз. Как правило, это остеоартрит, и ничего другого нет. Безусловно, помнить, что отсутствие в синагральной жидкости воспалительных элементов может больше свидетельствовать в сторону реактивного артрита, и тогда из-за анамнеза, который вы будете собирать, вы должны будете подчеркнуть там, что у больного возможно наличие в прошлом, за неделю, от недели до четырех, наличие в прошлом инфекций, кишечных инфекций, поэтому вам, соответственно, нужно задать вопрос. Если вам говорят, что у больного есть артрит, и больше никаких проявлений нет, и синавиальная жидкость не дает никаких результатов, вы должны обязательно задать вопросы, а какие системные проявления у него есть? И на вопрос экзаменатора, а каких вы имеете в виду, вы говорите, я знаю, что артриты могут появляться и быть свидетельством еще только развивающегося, еще не проявившегося IBD, крон и ульцеративкулайтис. Поэтому я хочу знать, есть ли у него кишечные нарушения, есть ли у него боли в животе, есть ли у него кровавые поносы, сколько времени они длятся, есть ли у него остановка вес, рост и так далее. Сейчас будет без разглагольствования очень четко. Моноартикулярный артрит. Собирается анамнез, физикальная проверка. Выявляется красный, горячий, воспаленный. Пунктат. Беремся на аспирацию. На аспирации. Более пяти тысяч, меньше двух тысяч. Более пяти тысяч, кристаллы, культура, грамм. Ничего нету, делаем рентген. Ничего не обнаружили, наблюдаем. Если есть кристаллы, подагра, псевдоподагра. Дивдиагностика по двойному преломлению кристаллов. Нету кристаллов, культура. Выявили гомококк, лечим. Выявили хламидию, лечим. Не выявили ничего, подразумеваем реактивный артрит. Теперь, менее двух тысяч. Берем опять аспират. Кровавый выпад, не кровавый выпад. Если кровавый выпад, если это мальчик, гемофилия А. И если это без гемофилии А, мужчина или женщина, спрашивается прием антикоагуляционных препаратов. То есть, и ставится диагноз гемортроз. Кстати, сразу забегая вперед на вопрос, как лечится гемортроз, любого происхождения. Ответ. Накладывается тугая, давящая, повязка, холодная, мокрая, на 24 часа. А через 24 часа этот больной должен в срочном порядке разрабатывать сустав для того, чтобы не образовалась контрактур и появление фибриноидных тканей. Теперь, если выпад был не кровяной, ставится диагноз, проверяется возраст, вес, чтобы подойти к диагнозу остеоартрит, из физикальных узелки гибердена, узелки башарда, беседа, либо разговор ведется об аваскулярном некрозе. В аваскулярный некроз вы спрашиваете два момента. Получал ли этот больной стероиды в недавнем прошлом? И имеется ли у этого больного cycle cell anemia? Есть ли у больного серонегативный артрит? Анамнез, физикальная проверка. В лаборатории, если вся сирология, а теперь вам понимаемо, да, что если сирология положительна, кавана, что ревматоидный фактор плюс и антинуклеар антибоды плюс, вы забываете о том, о чем мы говорили сейчас, о моноартрите, и вы уходите в тхум ревматоидный артрит, люпус, болезни сугрена и склевадер. А вот если серонегативные артриты, то вы говорите, окей, что творится с HLA-B27? Если вам дают такой ответ, что HLA-B27 положительный, то у вас возникают два заболевания, которых вы должны определить в первую голову. Первое – это анкилозирующий спонделит. Второе – это псориатический артрит. Я специально делаю акцент, чтобы вы запомнили. Наличие HLA-B27 может только способствовать постановке диагноза и сказать, что данное заболевание может иметь место коров леводай. Отсутствие HLA-B27 никоим образом не является элементом, исключающим эти диагнозы. Поэтому, если у вас есть серонегативный артрит с положительным HLA-B27, смотрим, какой вариант спинального вовлечения. Вас спрашивают, а что вы хотите услышать? А поскольку мы сказали, раз HLA-B27 положительный, и как только вы экзаминатор спрашиваете, что вы можете узнать, что вы можете узнать, что вы хотите узнать? И все же говорите, я должен знать HLA-B27, потому что если он приятный, я должен знать анкилозирующий спонделит и псориатический артрит. Если он в основном, я в каждом случае буду говорить о это, вы можете спокойно назвать любое состояние, которое вам дает. То есть тот же самый спид может давать, те же самые кроноцеротиный калит может давать. Вы говорите, спинальное вовлечение какого характера? Есть ли утренняя скованность? Нет ли утренней скованности? Сколько времени человек страдает? Сколько делали когда-нибудь рентген? И есть ли утренней рентген? Я спросил, что вы хотите увидеть в целом рентген? И вы знаете, в зоне лумба сакрали, я могу увидеть тему на бамбук. Окей? Поэтому я должен знать какого времени он сувел с неюбекпейн. И они скажут, окей, он сувел 5-4 лет. То есть мы говорим, что если утренней скованности, то это не так, что утренней рентген, что он не увидит. Но у вас есть вторая подсказка. Кожа. Есть ли у него кожные проявления? Есть ли у него псориатические пляшки? И есть ли у него поражение ногтей? Если вам сказали нету, и, как правило, скажут, что нету, потому что мне интересно на экзамене ставить вопрос по псориатическому артриту. Про него могут просто спросить наводящий вопрос. А вот если вам скажут, нету у него кожных проявлений, и утренняя скованность, и он должен полчаса, 40 минут поваляться, с болями подняться, или если вам скажут, у него да, были какие-то проблемы в спине уже длительные, и на рентгене есть какие-то находки. О! Потом вас спрашивают, а что вы еще должны про больного с анкилозирующим спонделитом знать? И вы должны ответить, я должен знать про него, его системные проявления. Вас спрашивают, а какие системы вовлекаются? Вы отвечаете, кардиоваскулярная и неврологическая. Вас спрашивают, кардиоваскулярная что может быть? Может быть и коронарит, и перекордит, но аускультативно при физикальной находке, я могу услышать диастолический шум во втором межреберии справа, потому что у меня там будет скорее всего аортик инсуфишенси. Дальше по теме повторяться не буду. Они скажут, а неврологическая проверка какая может быть? Вы отвечаете, одним из тяжелых осложнений является Эквино-Кауда синдром, Кауда-Эквино-Синдром, которое характеризует, это состояние Эмердженси, тяжелые боли, неврологическое поражение, слабость нижних конечностей, срочно нужен ортопед, есть такое ябленно есть. Они говорят, окей, а какая еще система? Вы отвечаете, глаза, потому что при анкелозирующем спонделите возможны атаки острого увита. И вас спрашивают, а какое лечение в этот момент? Вы отвечаете, стероиды. Вас спрашивают, а что является драгов-чойс на анкелозирующий спонделит? Ответ Энсайд, на псориатический артрит? Энсайд, на синдром Рейтера? Энсайд, на реактивные артриты? Энсайд, на их маму тоже Энсайд. Есть ли у нас идет разговор о больном с полиартикулярным артритом? Значит, опять начинается с банального. И стоит, учтите, что мы опять, вот, если сейчас мы немножечко откатимся назад, то мы скажем с вами, что и ревматоидный артрит, и люпус, и согрены, и склеродерма, и анкелозирующий спонделит, и псориаз, и остеоартрит, и синдром Рейтера. Это могут быть моноартриты, но с таким же успехом это могут быть и полиартриты. Единственное, что, как правило, не бывает, не бывает в диагностике полиартритов, это, как правило, не бывает инфекционных артритов. То есть, это должен быть либо ребенок с очень существенным иммунодефицитом, поражением комплексов лимфоцитов В, с отсутствием IgM и IgG, или даже более тяжелых комплексов поражением и major histocompatibility комплекс, чтобы он дал диссеминированную гонококальную инфекцию с септическими артритами двумя-тремя, плюс еще и остеомерит и так далее. Вот, когда вы говорите слово полиартрит, у вас будут опять те же самые заболевания, которые вы, но при этом моноартрит инфекционного генеза вы можете исключить по определению. Итак, пациенты с полиартикулярным артритом. Еще раз напоминаю, это пять суставов и более. Анамнез, физикальная проверка, естественно, лаборатория и радиография. Когда вас спрашивает лаборатория, вы что говорите? СБС нужно брать, Андрюш? Обязательно. Я не знаю в своей жизни ни одного заболевания, при котором СБС не помогло бы. Окей? Как я всегда говорю, что оно либо поможет, либо утешит. Так вот, СБС вам нужно почему? Потому что вы можете определить анемию, а анемия вас может увести в сторону системных заболеваний, таких как ревматоид, нартрит, согрин и люпус. СБС дает вам тромбоцитопению, она может вас увести куда? В люпус. СБС может вам показать нейтропению, куда она может вас увести в ревматоидный артрит и в люпус, при люпусе вообще парцитопении, а нейтропение плюс пленомегалия при ревматоидном артрите называется как, Андрюша, синдром Фелти, помните его, нейтропение плюс пленомегалия плюс ревматоидный артрит, синдром Фелти. Поэтому СБС обязательно, это первая лабораторная проверка. Вас все время на экзаменах спрашивают, а какие лаборатории, дальше что ты скажешь, что тебе нужно еще, сейчас я буду тебя мучить, я уже устал сам говорить, сейчас буду тебя выманивать из норы. Ну, что еще скажем, подключайтесь, ребят, подключайтесь, кто там хочет сказать, какую лабораторию еще будем проверять. Шкеяддам? Абсолютно верно, потому что шкеяддам, она не специфическая, но если она повышена, и сегрин, и люпус, и ревматоидный артрит, и остеоартрит, и анкелозирующий спонделит, и псориатический артрит, и подагра, и псевдоподагра, они все вам дают повышенное свое. Оно не даст вам диагностику, но оно лишь подскажет и больше предметит. Правильно, следующая проверка какая? CRP. Не забегай на CRP, но ты правильным путем идете, товарищи. Ага, мы все артриты поделили на какие две большие категории? Серо-негативные и серовогиатические. Оба-на, следовательно, следующая проверка, что будет у тебя? Серовогия. Я ФМО, ты будешь брать в первую голову наличие ревматоидного фактора, нахон? Да. И если у тебя есть какой-то намек на сугрен, то есть, когда у тебя сика синдром, сухие, слизистый, сухой рот, ты возьмешь их, знаменитые РО, ССБ, ЛА, ССМ, нахон? Да. Если тебя уведет в сторону люпуса, что это будет женщина, что у нее есть кожные проявления, фотосинцентивная бабочка, нахон, что у нее будет арпочки, А, кстати, я, видишь, заговорился и вам подсказал. Беседер. Соответственно, это сирология. Яфе. Дальше, анализ мочи. Потому что из всех существующих заболеваний суставных в анализ мочи вам дают два. Это люпус, который может показать наличие нефрита. А нефрит, мы, кстати, как диагностируем, Андрюша? Что обязательно должно быть в моче? Обязательно. Белок и эритроциты цилиндров. Яфемиот, эритроцитарные цилиндры, нахон, мед, и белок, нефрит, нахон. До трех, выше трех будет уже нефрок. Вот. А, и второе заболевание, что будет у нас? Подагра. Мы только что говорили, там образный нефрокальциноз, уропатии, нахон. и так мы, после того, как ты получил лабораторию и сделал рентген суставу, ты уже на коне. У тебя, ты подразделишь свои суставы на две категории. На невоспалительный, то есть на остеоартрит, и воспалительный. Теперь, когда ты вошел в систему воспалительных, ты подразделил их опять на две категории. Состояние, при котором задействован позвоночник, так называемые аксиальные вовлечения, сюда относятся анкилозирующий спонделит, синдром Рейтера, псориатический артрит, энтеропатия. То есть, когда сказал, слово энтеропатия, КВНА, реактивные артриты. И неаксиальные, неаксиальные, когда позвоночник не участвует в процессе. Сюда может уйти, теперь, а мы, вот если вспомнишь, мы сейчас говорили, когда об артритах, мы их делили симметричные и несимметричные. И если артрит симметричный, на первом месте у тебя кто-то уже стоит в диагностике? Ревматоидная артрития. Потом люпус. Потом сугрен. Потом уже псориат, склеродерма и так далее. Но первое, не забывайте, ребята, что никто от вас в жизни никогда на экзамене не потребует знания наизусть всего этого балагана. но наличие хотя бы одного-двух заболеваний в каждой подгруппе надо назвать. То есть, когда вам сказали у больного симметричный артрит, и вы первым назвали ревматоидный артрит, вы тем самым показали, что вы знаете, ревматоидный его двоюродная сестра люпус. И если больного асимметричный артрит, то это может быть и рейтер, это может быть псориаз, это может анкелозирующий спонделей, без этого это может быть ревматик февер и так далее. Если у больного дальше уже не надо, это уже неинтересно. Теперь, если у больного невоспалительный, то есть, вы взяли и получили отрицательный ответ, у него нон-инфломатурый артрит, то вы сказали, что у больного остеоартрит. И у него есть так. Значит, первичный остеоартрит. Он может быть генерализованный, то есть, захватывающий и руки, и ноги. Или вторичный. При вторичном у вас ожирение, соответственно, у вас хондромаляции, которые хондромаляции, это как подлежащее заболевание. И могут быть так называемые метаболические остеоартриты. Это имеется ввиду гемохроматоз, гипотероидизм, гиперпаратероидизм за счет гиперкальцемии. Вот такой расход. Теперь я так думаю, что желательно, наверное, как я сделал с прошлой схемой, сейчас то, о чем мы с вами говорили, все это дело сократить, чтобы у вас получилось, чтобы вы могли легко составить конспект, Андрюш? Польной с полиартикулярным артритом, анамнез, физикальная проверка с доказательством артрита, а не артрологии, при котором вы считаете количество суставов, чтобы разделить их на олиго и поле, но у вас это по определению поле больше пяти. Дальше, лаборатория, где вы берете CBC, серологию и СОЭ и рентген, по результатам лаборатории вы разделяете воспалительный, невоспалительный, воспалительный делите, позвоночник задействован, не задействован, если задействован, на первом месте анкилозирующий спонделит, потом рейтер, потом псориаз, и если без аксиальных вовлечений, ревматоид, без аксиальных вовлечений, если он симметричный, ревматоидный люпус, дальше по теме, несимметричный, псориаз, рейтер, анкилозирующий спонделит. Если сустав, если поражение невоспалительное, это остеоартрит, может быть первичный, потому что ребенок, а потом уже и взрослый, родился с конкретными ортопедическими поражениями, суставными, с деформациями костей, приведшими к поражению хрящевых поверхностей, вторичный, к ожирению, и в случае, если есть метаболические нарушения, гемохроматоз, основные, что вы говорите, гемохроматоз, гиперпаратироидизм. А чем мы лечим первая линия артритов, чем лечится? Аспирин. Апана! А какие первые осложнения, симптомы отравления аспирином, Андрюша? На что больной жаловаться будет, когда его доставят в приемный покой? Тинитус, тинитус, шум в ушах. Тинтунка. Тинитус, 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 US, US. А если больной будет доставлен, какой уровень СО2 у этого больного будет в крови, Андрюша? Алкалоз, по-моему. Какой? Респираторный. Следовательно, уровень СО2 какой в крови? Сниженный, сниженный, Андрюша, сниженный, сниженный. Респираторный ацидоз и алкалоз определяется по концентрации СО2. Если СО2 высокий респираторный ацидоз, если СО2 низкий респираторный алкалоз. Норма СО2 35-45, средняя берущаяся величина 40.